Всемирный день борьбы против рака. Онкология по-прежнему одной из ведущих причин смертности во всем мире. Но опасный недуг не всегда приговор. Его возможно победить, если получать своевременное и правильное лечение. Врачи Люберецкой областной больницы подтвердили это. На операционном столе женщина, которая находилась в особой зоне риска развития рака молочной железы. Одна из причин – наследственная предрасположенность. В поле зрения онкологов она более трех лет. На последнем УЗИ у пациентки обнаружили уплотнение в правой и в левой груди. В одной молочной железе, в левой, есть подозрение на то, что может быть атипия. Поэтому после того, как мы препарат извлечем, мы отправим его на исследование. В течение часа нам дадут ответ – да или нет. Мы очень надеемся, что будет нет, что образование окажется доброкачественным. От результатов исследования зависят дальнейшие шаги медиков. В любом случае помочь готовы. Отделение оснащено всем необходимым и командой профессионалов, и современным оборудованием. В прошлом году онкологическая служба городского округа значительно обогатилась в материально-техническом плане. И это позволит ей развиваться дальше. На базе Люберецкой областной больницы будет развернут центр онкологических компетенций. Это значит, что на базе одного лечебного учреждения будет оказываться весь спектр диагностической и лечебной помощи больным онкологического профиля. И самое главное, будет развернута новая структура на базе поликлинического отделения номер 6 – это центр амбулаторно-онкологической помощи. Новое подразделение будет заниматься диагностикой онкологических заболеваний на более высоком уровне. Оно позволит выявлять злокачественное образование на начальной стадии. А это, в свою очередь, повысит шансы на успешное лечение. Раз в год всем надо проходить диспансеризацию для того, чтобы была возможность у врачей первичного звена сразу выявить группы риска. Соответственно, уже прицельно обследовать на выявление той или иной патологии. В 2020 году в онкологическое отделение Люберецкой областной больницы поступило более 2000 пациентов. Галина Печерская – одна из них. Женщина попала сюда в сентябре. Сейчас раз в месяц приходит на процедуры. Теперь она знает – в борьбе с раком главное одно. Верить в жизнь, надеяться на лучшее. Когда меня сюда привезли, я вообще ничего уже не кушала. Меня поддерживали здесь перед операцией для того, чтобы провести операцию. Сделали операцию мне. Всё прошло замечательно. Всемирный день борьбы против рака – это ещё одна дата, которая призывает бережнее относиться к собственному здоровью. А кому пришлось столкнуться с опасным диагнозом, напомнить, что в этой борьбе они не одни.